Кого вы представляете, когда слышите настоящие монстры? Салли из корпорации монстров? Бледного из лабиринта Фавна? Или может быть чудовище Франкенштейна? Можно раз за разом находить все более страшных и жутких монстров в мире кино и анимации. Но для меня еще с детства самым трэш-шовым останутся ребята из мультсериала Настоящие Монстры. И в этом видео давайте вспомним всю долбанутость этого мульта. Ну и конечно же, поностальгируем немного. Мультсериал Настоящие Монстры был создан мультипликаторами из американской анимационной студии Класски Чупа. Да-да, это те самые создатели Ох уж этих деток, как говорит Джинджер, Дикая семейка Торнбери и других шедевров 90-х и 2000-х годов. Что ни говори, но мульты тех лет хоть и были упоротыми, но были уникальными. И студии в те годы умели экспериментировать. Эх, верните мне мои нулевые эстрелл со скельтонами в прикуску. Так вот, вернемся к нашим монстрам. На экраны проект вышел в 1994 году, в России в 97-м. Хотя я заметила их по телеку только в нулевых. Всего было выпущено 4 сезона по 13 эпизодов, что по нехитрым подсчетам составляет 52 серии. Каждая серия состоит из двух историй. Ну, это стандартная практика. Кстати, количество сезонов и серий не случайно. Мульджи у нас про кого? Про монстров. Вот и было решено поиграть с роковым числом 13 и суеверным для стран Дальнего Востока числом 4. Кто не знал, число 4 звучит похоже на слово «умереть», что породило в странах Дальнего Востока суеверие. Аналогичное нашему боязни числа 13. Так во многих гостиницах и больницах вы не найдете номеров числом 4, а иногда и целых этажей. Подушнили немного и хватит. Серии совершенно никак между собой не связаны и не имеют глобальной сюжетной линии с окончанием. Так что можете начать просмотр хоть с последней серии. Но мой вам совет – не начинайте лучше вообще. Поберегите головушку. Но знаете, несмотря на это, у сериала все-таки есть какая-то глубокая мысль. И какой-никакой сюжет. И все 4 сезона можно раскрыть всего одной цитатой. Много поколений назад человеческий разум породил монстров. Страх людей перед нами и их вера в нас помогли нам стать реальностью. Мы больше не миф. Но мы живы лишь пока люди продолжают в нас верить. С самого основания мироздания рядом с миром людей существовал мир монстров. Чей смысл существования заключался в устрашении рода человеческого. Развивались люди, развивались и монстры. И все было хорошо, пока люди не начали совершенствоваться. Работать над своими чувствами и ходить к психологу. Сюда бы рекламу, конечно. И вся безвыходная ситуация заключается в том, что именно страхи побуждали еще древних людей к открытиям, переменам и саморазвитию. И к чему это привело, друзья? Для монстров стало недостаточно просто припугнуть человека из-под кровати. Мир монстров оказался под угрозой исчезновения. Так возникла целая наука пугания. И университет, в котором эту науку изучают. Да-да, университет монстров. Ай-яй-яй, Пиксар. Плагиатим. События всего мультсериала будут развиваться вокруг трех учеников этой академии и их приключений. И несмотря на то, что мульт откровенно чудаковатый и упоротый, но даже в нем есть доля смысловой нагрузки. Небольшая такая долька. Не раз и не два нам показывают, что в этом мире именно монстры – жертвы жестокого человеческого мира. Где для них существует реальная опасность быть раскрытыми, стать подопытными для экспериментов или музейными экспонатами. На протяжении мультсериала монстры сталкиваются с людьми куда более омерзительными и жестокими, чем они сами. Своей пикантности мультфильму добавляют и окружающие декорации. Мусорная свалка и канализационная система – это среда обитания монстров. Заметили, что это не первый мульт тех лет, когда главные герои живут где-то на дне. Но это не потому, что им по кайфу нюхать благовоние канализации. Хотя и не без этого. Легкие монстры не рассчитаны на богатый кислородом воздух. Поэтому перед уходом со свалки они наполняют свой дыхательный мешок замечательными запахами помойки. Аромат цветов им противен, а духи и прочие ароматические средства чрезвычайно опасны. Вот интересно, где они жили в начале времен, когда канализации еще и в помине не было? У меня есть теория, что они тусили в залежах сероводорода. Но в таком случае добираться до людей, чтобы их попугать, было, конечно, тем еще квестом. А вы что думаете? I don't know. А покушать, ребятки, не против какой-нибудь жестянкой или токсичными отходами. Мммм. Сейчас минутка биологической справки. Если вы наблюдаете интимный процесс спаривания монстров или заметили новорожденного монстрика, то советую бежать как можно быстрее. После зачатия самка воспроизводит на свет кокон, а через месяц он дозревает и из кокона вылупляется ребеночек. Спустя 24 часа после вылупления эти детки невероятно прожорливы и едят все подряд. Даже других монстров. У монстров есть суперспособность. Проникать в сон человека, засовывая для этого свои пальцы в ухо жертвы. Кошмары, сумасшедшие идеи и неподконтрольное тело. Вот что вас ждет после данной манипуляции. Интересный факт, который поможет вам защититься от проникновения различных предметов в ваши уши. Лава-лампа оказывает на монстров гипнотическое действие. Парализуй их тело и разум. Почему? А кто его знает? Ладно, хватит общей болтовни. Перейдем к главным героям сегодняшнего обзора. Айкис, Крам и Аблина, студенты Академии Монстров и соседи по общежитию. Айкис с виду один из самых приятных монстров. Но не суди по внешнему виду, как говорится. Айкис относится к разряду монстров-надувателей. То есть его основной талант многократно увеличивает свое тело в размерах. Чувак труслив, ленив и безответственен. Эдакий двоечник с невероятным большим самомнением. Знаем мы таких. При этом он болезненно воспринимает собственные неудачи. Легко сдается и долго мучается из-за провала. Но если уж успех настиг его, то звездная болезнь тут как тут. Ему бы к психологу сходить, а то тут явные проблемы с менталочкой. Следующий на очереди Крам. Ну, я даже не знаю, что тут сказать. Где твоя голова? Из всего мультсериала он мне запомнился больше всего. Его очаровательные подмышки невозможно забыть. Ну и конечно же, его главный талант это умение источать невыносимое зловоние, способное перебить практически любой другой запах. Такая себе суперспособность. Любой семиклассник без дезодоранта может посоревноваться в этой битве. Вы можете его пожалеть и подумать над издевательствами, которые он испытывает на протяжении жизни. Но не стоит торопиться. Другие монстры воспринимают его запах как приятный аромат, а сам он очень гордится своим умением. Я бы тоже не отказалась испускать из подмышек какой-нибудь аромат Прадо Парадокс. И пожалуй по характеру это единственный монстр, который не бесит. Добродушный и незатейливый. Любит в меру повалять дурака, из-за чего имеет много друзей. И закрывает нашу тройку главных героев монстриха Аблина. По официальным источникам черно-белая трость с огромными губами. Но никто меня не переубедит в том, что это жезл гаишника. Даже не пытайтесь. Аблина заучка. Лучшая студентка на курсе, прилежная ученица и любимица преподавателя. Большую часть времени проводит за книгами, изредка ворча на ничего не делающих Крама и Айкиса. Которые в свою очередь напрочь игнорируют ее наставления, из-за чего неизменно попадают в неприятности. Стоп, минуточку. Это же... Ай чё, чё? Не падись. Ладно, сделаем вид, что мы этого не заметили. О чём это я? Способности Аблины. Её тело способно растягиваться, как у эластики. Удобно должно быть в некоторых ситуациях. Её фишка – вытаскивание своих внутренностей наружу. Ну, мы не осуждаем. Но вот что действительно круто, это её способность полностью менять свою форму. И поскольку мы выистояли некоторое сходство с небезызвестной вселенной, то угадайте, главный недостаток нашей героини – зазнайство. Ну, конечно. Стоит ей почувствовать, что вот оно, лидерство. Как её уносят. Логика пошла к чёрту. Всё должно быть только по её правилам. Айки, Скрам и Аблина – лучшие друзья. Ребята часто рискуют жизнью, чтобы выручить Аблину из неприятностей. Но при этом во время штиля её не уважают, игнорируют и высмеивают её страсть к учёбе. Ну, серьёзно, хватит уже? Ну что, готовы перейти к самому отвратительному монстру? Саймон – самый мерзоточный и отвратительный монстр всей вселенной. С детства одержимый идеей поймать и истребить всех монстров. Считает себя величайшим гением, миллиардером, плейбоем и филантропом. Но по ходу дела мы понимаем, что он не более чем неудачник. Все его хитровыдуманные планы катятся по известному месту и оборачиваются против него же. И на этом завязан весь сериал. Сейчас многие родители, да и дети могут сказать, что этот, да и большинство анимаций тех лет ужасны. Совсем не милые дети только деградируют от такого контента. Не согласна с таким мнением от слова «совсем». Студии тех лет могли без последствий экспериментировать со стилем, вставлять шутки и моменты, которые сейчас сразу идут по цензуру. Не заморачиваться на том, что нельзя делать, и показывать детям что-то настоящее, а не замыленную разноцветными красками пустышку. Я любила этот мульт в детстве. Но сейчас, во взрослом возрасте, я не стала бы его пересматривать от первой до последней серии. Все-таки это чисто детский мультсериал, и взрослую аудиторию здесь сложно чем-то зацепить. Но оно на то и не рассчитывалось, ведь так? А на этом все. Спасибо за просмотр. Целую, котики. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!